О том, что отец актера, бизнесмена и политика Арнольда Шварценеггера, добровольно вступил в нацистскую партию, в 1938 году, стало известно 18 лет назад. Как раз в те дни, когда Железный Арни боролся за губернаторское кресло. Можно предположить, что неприглядные факты о родственнике кандидата попали в прессу, не без помощи его оппонентов. Да-да, сын за отца не в ответе, но ведь и яблоко от яблони недалеко падает, таков был по текст обнародованной истории. Однако сын нациста, несмотря на происки врагов, все-таки стал губернатором, а позже разобрался в биографии отца. Актера может не волновать, что о его родных думают американцы, а вот политику на это закрывать глаза не гоже. Но и сегодня в сети попадаются публикации о нацисте, Густаве Шварценеггере. Пишут, что этот человек сильно ненавидел евреев, очень любил Гитлера, и будто бы даже сына назвал в честь отца фюрера, полное имя бывшего губернатора Калифорнии, Арнольд Алоис Шварценеггер. Алоис было некогда распространенным мужским именем в регионах, которые ныне занимает Австрия. В переводе с древневерхнемецкого означает «мудрый». Версия о нацистском фанатике, давшем своему сыну имя отца Кумира, сомнительно. Теперь перейдем к фактам. Нелюбимый сын Арнольд Шварценеггер, воспитывался в строгой католической семье, где розга считалась лучшим педагогическим инструментом. Отношения с отцом у него разладились еще в юности. Не потому что Арнольд не смог простить отцу, неоправданную строгость, а потому что тот отдавал явное предпочтение старшему сыну. Густаву мерещилось, что Арнольд ему не родной сын. На каком основании, неизвестно. По словам актера «Политика», подозрения его отца были абсолютно необоснованными. Шварценеггер много лет не общался ни с отцом, ни со старшим братом. Он даже не был на их похоронах. А вот с матерью до конца ее дней поддерживал теплые отношения. После того, как были обнародованы интересные факты, из биографии Густава Шварценеггера, его сын поручил неправительственной организации, Центр Симона Визенталя выяснить, совершал ли его отец преступления в годы Второй мировой. Эта организация занимается защитой прав человека, борьбой с антисемитизмом, терроризмом, а также изучением Холокоста. Провели расследование. Никаких преступлений за Шварценеггером старшим не выявили. В годы войны он получил чинга Уптфильдфебеля, воевал на Восточном фронте, и если верить англоязычной Википедии, получил ранение под Сталинградом. После войны работал в полиции. Результаты расследования Центра Симона Визенталя еще не доказывают невиновность Густава Шварценеггера. К тому же не совершал преступления не значит, не мог их совершить. Он был членом НСДАП, знал о жертвах Хрустальной ночи и, скорее всего, сочувствовал ее организаторам. Но при чем здесь сын? В августе 2017 года в американском городе Шерлацвилле произошла политическая акция «Крайне правых сил». Националисты выкрикивали нацистские и российские слоганы и размахивали факелами. После этого события Арнольд Шварценеггер передал Центру Симона Визенталя 100 тысяч долларов, чтобы поддержать организацию, которая ведет борьбу с распространением ненависти.